Глава 8 И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом, Магер Шалал Хашбас. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Я взял себе верных свидетелей, Урии священника и Захарии сына Варахиина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки имя ему, Магер Шалал Хашбас. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, отец мой, мать моя, богатство дамасской добычи самарийские понесут перед царем ассирийским. Эти два повеления буквально, по-видимому, различны и не имеют между собой ничего общего. Но кто тщательно вникнет в силу мыслей, тот увидит, что они весьма сродны и имеют одну цель. Спросим наперед, нужно сказать, для чего пророчества введены в человеческую жизнь. Итак, нужно сказать, для чего они введены. Бог обыкновенно отсрочивает и медлит наказывать грешников, между тем, как бывает скор и быстр на благодеяние добродетельным. Это то есть то, что наказание следует не непосредственно за преступлениями, людей более беспечных располагает к падению. Потому Бог, чтобы показать свое долготерпение, чтобы люди не сделались от этого более беспечными, употребляя творчество к пророчеству, научая грешников не самыми наказаниями, но довременно не только предсказанием о них, чтобы они в случае, если, выслушав угрозы, сделаются лучшими, отклонили от себя действительные наказания. А если останутся бесчувственными, то он подвергнет их наказанию. Дьявол же, видя это и понимая, сколь великой происходит отсюда польза, посылал уже пророков, которые говорили против пророков, угрожавших голодом, язвами, войнами, нашествием иноплеменников, и возвещали благоприятное. Как Бог страшными словами хотел отклонить наказание на самом деле, так дьявол производил противное, благоприятными словами расслабляя и делая людей более беспечными. Он делал необходимым наказание на самом деле. Потом, когда веровавшие лжепророкам и нисколько не родевшие, а добродетели, но оставшиеся при своих грехах навлекали на себя наказание, и конец дела показывал истинность пророков и обличал лживость лжепророков, дьявол опять употреблял другое средство для погибели предающихся ему. Он убеждал людей, легко обольщаемые, что случившиеся бедствия произошли от гнева бесов, которых они пренебрегали и презирали. Потому Бог для уничтожения такого обмана предвозвещает людям за много лет прежде то, что случится в последствии, особенно же имеющие быть бедствия, чтобы обольщающие их не могли приписать случившегося гневу бесов. А что я говорю, это не по догадкам. Послушай Исаию, который говорит. И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще. Знаю, что ты жесток, и железные жилы в шее твоей, и тело твое медное, и возвестил тебе, что было в древле, чтобы ты не сказал, что это идолы мои предсказали то, и изваянное, и слиянное сотворили, так как они, как я сказал, можно видеть из приведенного свидетельства, приписывали бедствие бесам, так пророчество предварительно разрушает этот обман, предсказывая об них за много лет. Но так как и после того неблагодарные могли сказать, вы не предсказывали, мы прежде не слыхали, вы теперь выдумали это после событий, вы не знали будущего, откуда видно, что об этом уже было сказано. То смотри, как ясно и неопровержимо Бог обличает их, заграждая бесстыдные уста. Он не только позволяет пророку сказать, но повелевает и написать сказанное на свитке, и не просто написать, чтобы те не могли сказать, будто пророк выдумал это после событий, но призвать и свидетелей письмен, и мужей достоверных, как по званию своему, так и по образу жизни. И свидетелей, говорит, таких Захарию, сына Ворофеина и Урию, чтобы когда это исполнится и станут говорить, что об этом не было сказано за много лет, представленный свиток и присутствующие свидетели заградили уста бесстыдных. Поэтому он и говорит, прими свиток новый, чтобы он по ветхости не погиб, но чтобы оставался на долгое время и своими письменами обличал их. И напиши человеческим письмом, начертай, то есть тростью, то, что имеет случиться. Что же имело случиться? Война, победа иноплеменников, взятие в плен, расхищение добычи. Все это, говорит, ты напиши. Ибо еще немного и богатство Дамаска, и добычи самарийские принесут перед царем Ассирийским, что это слово выражает две следующие мысли. То, что важность грехов их тогда уже требовала наказания, и наказание уже было при дверях. Но бог медлит, желая своим долготерпением исправить их и отклонить наказание. И то, что для него легко и удобно употребить только мановение, и все привести в исполнение. Так как речь шла об иноплеменниках, имеющих сделать нападение, то он и говорит, не думайте, что отдаленность пути и многочисленность войска могут сколько-нибудь замедлить дело, как это обыкновенно бывает у людей. Находящийся вдали стоит перед богом. Потому для бога легко и удобно в один миг и в одно мгновение времени тотчас привести и представить врагов с крайних пределов земли. Хотя бы эти враги и были многочисленными. И взял я себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Варахиина. Свидетели чего? Времени. Так что если письменя будут подвергаться порицанию, то же вы, люди, присутствовавшие тогда, когда это было писано, и яснознавшие время, когда это было сказано, могли бы заградить уста решающимся бесстыдствовать. Такого же содержания и дальнейшие слова, производящие яснейшее обличение. Как и каким образом? Выслушаем самые слова. «Приступил, — говорит пророк, — пророчицы». Так он назвал свою жену, может быть, потому что и она была удостоена пророческого духа. Благодатные дары простирались не на мужей только, но не сходили и на женский пол. В делах духовных бывает не так, как в житейских нуждах, в которых роды занятия разделены, и одни из них принадлежат мужчинам, а другие — женщинам, так что не могут переменяться между собою. В делах духовных равные подвиги и общие венцы. Это с ясностью можно видеть и в Новом Завете, и во всей человеческой жизни. Итак, совокупившись с женою по закону брака, пророк сделал ее беременную, и когда родился младенец, нарек ему имя новое и необыкновенное, содержащее в себе историю будущих событий. Что именно сказал Господь? Назови его так. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Чтобы, если не поверить письменам, заключавшимся в свитке, то название младенца, содержащее в себе историю будущих событий, данное прежде их исполнений, постоянно повторяемое во всякое время, заградило уста самых бесстыжих. В том, что пророк не выдумал это после исполнения событий, но предвидел их свыше, могли убедиться даже самые неблагодарные противники, видя самого младенца, получившего еще прежде исполнения событий такое название, которое предвозвещало будущее бедствия. Потому он и объясняет силу пророчества, с точностью определяет время, в следующих словах, «Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить, отец мой, мать моя, богатство дамасской добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». Смысл этих слов следующий. Во время его незрелого возраста, когда он еще не в состоянии говорить, совершаться дела победы и трофеев не в том смысле, будто сам младенец сможет вступить в бой и поразить неприятелей, но в том, что в течение этого возраста, то есть прежде, нежели младенец станет говорить, все будет предано врагам. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще, «Зато, что этот народ пренебрегает водами села Ама текущими тихо и восхищается Рецином и сыном Ремалииным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя ассирийского, со всей славой его, и поднимется он во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих, как обычно у Бога, что он не только предсказывает наказание, но излагает и причины их, чтобы и этим вразумить слушателей. Так он поступает и здесь. Сказал о разграблении земли наплеменниками и о добыче, и предсказал о нашествии врагов, он приводит и причину войны». Какая же это причина? Неблагодарность жителей города. Так как они, говорит, имея царя приветливого, кроткого и тихого, отложились от него и пожелали притеснителей и решились перейти под чужую власть, не соблюдая собственного благополучия, то я исполни и желание с великим избытком приведший к ним человека грубого и жестокого. Он употребляет переносные выражения для значения как нрава туземного царя, так и силы иноплеменника. И делает это для того, как я всегда говорил, чтобы придать словам своим больше выразительности. Поэтому он и говорит, «Так как вы восхищаетесь водами ремолевиновыми и пренебрегаете водами Силаама, разумея не воду, но так как этот источник течет медленно и тихо, то он сравнивает с тихим течением воды тихой и кроткий нрав тогдашнего царя и называет его Силаамом по его незлобе и кротости. А это служит величайшим обвинением для подвластных, что они, находясь под игом, нетяжким, домогались новизны и хотели предаться царям чуждым. Так как они, говорит, не хотят царя кроткого и тихого, но желает Рецеина и сына Ремолеина, то я наведу на них царя Вавилонского и стремительное нападение войска его называет водой реки Многою и Сильнею. 105. Потом, объясняя переносные выражения, пророк говорит царя Сирийского. Видишь ли, как несомненным оказывается сделанное нами прежде замечание, что при переносных выражениях Писание обыкновенно объясняет само себя. Так точно он поступает и здесь. Сказав о реке, он не остановился на этом переносном выражении, но сказал о какой реке, он говорит именно, царя Ассирийского и всю славу его. Наведет на него Господь воды реки бурные и большие и пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется, дойдет до шеи и распростертие крыльеви его будет во всю широту земли твоей, Эммануил. Желая показать, что не человеческой силой, но Божьим гневом совершится сказанное, пророк описывает царя Сирийского не врагом, нападающим войной, но идущим как бы на готовую добычу. Он не остановится, говорит, и не будет ополчаться, но множеством людей покроет лицо земли и займет ее легко. Впрочем, и в этом гневе много человеколюбия. Пророк не угрожает разрушением города их, но предсказывает некоторый плен и отведение, желая наказанием отведенных сделать оставшихся более благоразумными. И отнимет, говорит, от Иудеи человека, то есть людей, имеющих власть, руководящих и управляющих всем, развращающих народ. Он сделает пленниками, рабами, так что низшие тогда несколько отдохнут, и как от страшной участи отведенных, так и от безопасности собственной свободы сделаются лучшими. Потому и, говорит, могущего что совершить, то есть сильного, имеющего возможность действовать, могущего сделать что-нибудь. Еще прежде отведения, говорит, на пленении к самым видам своим достаточно поразит вас, наполни всю землю телами неприятелей. Поэтому и прибавляет, враждуйте народы, но трепещите, и внимайте, все отделенные земли. Вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Здесь, мне кажется, пророк предсказывает победу языке, этот славный трофей и причину победы. Хотя у врагов говорит и оружие, и бесчисленные войска, и воинская опытность, но с нами Бог в помощь сильнее всего. И действительно, иноплеменник пришел, как пророк угрожал прежде, и взял многие города, удалился. Но когда он после этого сделал нападение, то испытал противное. Это и предсказывает пророк, возвещая и виновника победы, и обращая речь к самим иноплеменникам. Не надеетесь, говорит, на свою прежнюю победу. При настоящем нападении нам явилась великая помощь. Узнайте же это и отступите, как покушающиеся на невозможное. Далее указывая на виновника этой победы и на то, что слава о таких делах распространится до крайних пределов земли, говорит, даже до последних земли. И действительно, не было никого, кто не слыхал бы о тогдашних событиях в Иерусалиме. Поэтому он так и говорит. Этот иноплеменник тогда приобрел весьма большую славу своим могуществом. Впрочем, могущими он называет здесь не только крепких, телесной силой, но и отличающихся обилием богатства и великолепием славы. Так как замыслы их были порочны, и они надеялись разрушить самый город до основания, и таким образом возвратиться домой, то пророк обнаруживает замысл их и говорит, что все это ограничится только словами. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Далее, так как он возвещал о делах, превышающих природу человеческую, то желая сделать слова свои достоверными, он постоянно обращается к достоинству совершающего их и говорит, с нами Бог. Он сам разрушит все эти козни. Ему слава!